здравствуйте я или на добро пожаловать на мой канал и на фиф пропаганда или довольно пропагандой пожалуйста подписывайтесь ставить ставьте лайки комментарии шерсти информацию давайте сделаем правду доступной для всех именно так работают алгоритмы youtube а большое спасибо посмотрите внимательно как выглядит low life как говорится по-английски подонок то есть вот это вот такие люди захватили власть вот в этих так называемых нелегальных республиках вот это прям вот яркий очень яркий пример это когда где-то в октябре 2014 года вайс ньюс вернулись чтобы вновь встретиться с героями своих фильмов они показывали обе стороны что происходило там вайс ньюс снимали много видео и мы о них еще подробнее поговорим сегодня правило зачем придумывать нарушать кто были лидерами и героями так называемых сепаратистов вот например российский гражданин и офицер фсб игорь гиркин стрелков российский гражданин и офицер фсб игорь гиркин который использовал псевдоним стрелков сыграл ключевую роль в российском нападении на украину начав там войну в 2014 году захватив крым и часть донбасса он открыто признал свое участие перед камерой прямо сказал что я начал войну в украине и выразил гордость за свои действия обширное расследование проведенные компании bellingcat и the insider подтвердили что как игорь гиркин стрелков так и игорь плотницкий возглавлявший самопровозглашенную незаконную луганскую народную республику лнр были направлены в украину фсб россии игорь гиркин стрелков сделал следующее заявление первое он его войска все российские граждане принудительно заставили депутатов крымского парламента членов парламента крыма голосовать за референдум об отделении от украины под угрозой оружия то есть он прямо сказал что депутатов собирали ополченцы что их загнали в зал и заставили проголосовать за то что референдум вообще нужен моем видео и про крым вы можете посмотреть его прям конкретное интервью где он это все говорит сам второй важный момент который он отметил это то что так называемые днр на и лнр не могли присоединиться к россии как это было с крымом в первую очередь потому что на этих территориях в 2014 году не было достаточного присутствия российской армии то есть я за всем этим наблюдала и отслеживала и это действительно так цитирую строго слова стрелкова но спусковой крючок войны все-таки нажал я если бы наш отряд не перешел границу в итоге все кубы кончилось как в харькове как в одессе было бы несколько десятков убитых обожженных арестованных и на этом бы кончилось а практически маховик войны которая до сих пор идет запустил наш отряд мы смешали все карты на столе все и самого начала мы начали воевать всерьез уничтожать диверсионные группы правосеков то есть правый сектор и я несу личную ответственность за то что там происходит действительно если бы наш отряд не пришел на донбасс и не стал бы ядром сопротивления ядром русской весны на донбассе то скорее всего без этого ядра русская весна была бы подавлена то что стрелков забыл упомянуть это в том что до того как они туда пришли там не происходило ничего кроме нескольких протестов и все они не просто стали ядром русской весны они и создали из ничего вот это он забыл сказать то есть ничего не происходило в донецке и не при и в донбассе и в крыму до того как туда не вторглась российская армия вот эти российские бандиты российские фсб грл вагнер и тому подобное то есть вот они это создали путем пропаганды путем вторжения туда путем раздачи оружия путем обучения этих по местных бандитов как занимать здание официальные и тому подобное то есть вот это все были тактики фсб а это славянск поговорим о том что происходило в славянске в 2014 году саймон островский встречался с мэром города и вот то что там происходило вы можете посмотреть том же самом видео вот господин островский разговаривает с другим журналистом то есть вот тогда были найдены доказательства участие гиркина стрелкова когда захватили офис где он раньше находился там нашли приказы подписанные стрелковым на расстрел его собственных подчиненных только за то что кто-то там залез в чей-то дом украл там приставил лестницу залез в чей-то дом украл там футболку и трико человека за это расстреляли это приговор приведен в исполнении то есть вот это тот маленький фюрер гиркин стрелков совершал военные преступления он убивал людей он расстреливал людей причем руководствуясь какими-то там законами сталина от 42 что ли года можете это посмотреть у меня есть целый плейлист по гиркину стрелкову и там видео это есть и опубликованы эти приказы вы вольны посмотреть видео русская рулетка вот это называется донецк создает независимое правительство вы можете посмотреть кто были эти люди что они себя представляли посмотреть из кого они состояли вот это вы вполне в состоянии сделать сами эти люди все говорят по-русски и когда записи их встречи митингов происходят вы все это услышите на русском языке а этот господин губарев вы его недавно видели в одном из моих видео не в этом плейлисте видео называется шокирующая речь путина вот там вот этот мерзавец призывает украинцев загонять в концентрационные лагеря но вот в данный момент я его показываю вот в марте 2014 года вот полюбуйтесь на этого пьяного трезвеющего вадима чернякова это вот народная республика донецк карди на какой-то координационный совет представители координационного совета он два слова друг с другом не может связать и даже не скрывает того что он страдает тяжелым похмельем этого бандита мы уже видели это арсен павлов по прозвищу моторола который был российским гражданином опять же он известен убийствами и пытками украинских военнопленных он был убит взрывом в его квартире в донецке это видео я вам уже показывал некоторых моих других видео это моторола вот этот бандит герой россии герой россии ядерной державы и самой большой страны в мире полюбуйтесь какие у россии герои если кто-то еще и этого не видел вот этот бандит моторола арсен павлов стреляет по мирным жителям из гранатомета я покажу вам кусочек моего видео причем в обе стороны стреляет и причем потом российская пропаганда раздует как украина обстреляла несчастных мирных жителей и тут полюбуйтесь потом теперь его детишки будут в школе изучать герой у нас все немножечко спят война людей не бьет там никого нет я прошу прощения за радуется Тут у меня одна дама пишет, что у него родственники на Донбассе. Может, он по вашим родственникам стреляет? Что, просыпаемся, ребята? А? Дротить мы долго будем, блядь? А пиротик позитив. Хорош герой России. Точно так же Гиви и многие другие. И это еще один лидер, Денис Пушилин. Он и до сих пор еще у власти. Глава так называемой Донецкой Народной Республики. Из МММ. Все, кто жил в Советском Союзе, помнят эту пирамиду, которая ограбила много людей в моей стране, России. А потом, когда Мавроди посадили их лидера, и начались проблемы, то есть они сбежали в Индию, и начали грабить людей там. И когда его коллег в Индии из вот этой вот пирамиды арестовали, вот он рассказывает на видео, что вот он их ждет и будет их встречать, что вот он переживает, как там, что там с ним происходит. То есть эти бандиты уже тогда грабили людей, а теперь он управляет целой так называемой республикой, которая теперь уже вошла в состав России по велению царя Путина. Вот эти люди пришли к власти и возвысились вот в этих так называемых республиках. Из грязи в князи. То есть это бандиты, это убийцы, это воры и мошенники. Еще одно интервью в одном из своих видео Островский взял у Александра Захарченко, украинского сепаратистского лидера, который был главой государства и премьер-министром так называемой Донецкой народной республики. Как только Островский начал задавать какие-то реальные, серьезные вопросы, как любой журналист, он действительно будет задавать вопросы, настоящие вопросы, а не те, которые заранее написали на бумажечке и дали прочитать. Как его тут же заткнули и сказали, что ой, на эти вопросы вообще не смейте их задавать. Ну и вот когда он начал говорить про солдат, например, из Бурятии, которые в России находятся, которые воюют в Украине, уже тогда, в 2014 году, несчастных людей из Бурятии посылали воевать в Украину. И они там погибали. Но его тут же заткнули и на эти вопросы ему, естественно, никто не ответил. Поэтому нет ничего удивительного в том, что реальных журналистов из реальных независимых изданий, зарубежных, не допускали все эти 8 лет вот в эти так называемые псевдогосударства мафиозные. Потому что они бы приехали и сообщили, что там реально происходит. Они бы задавали реальные вопросы, а не те, которые им заранее заготовили. И не собирались бы приукрашивать действительность. Поэтому туда допускались только какие-нибудь блогеры, из подвала, которые живут в подвале дома своей матери. И ничего в жизни не добились и ничего понятия не имеют о том, как на самом деле, что такое журналист. И только те, которые были пророссийские полностью. Больше никого туда в принципе не допускали. Захарченко был убит. Такова вот его судьба. Так она закончилась. Еще один лидер, так называемый ДНР, Александр Бородай. Опять же, российский гражданин, который сейчас вернулся в Россию и вдобавок еще член теперь Российской Государственной Думы от Путинской партии «Единая Россия». Вот этот бандит, российский гражданин, тоже воевал в Украине и тоже там был важной персоной. Это еще один маленький фюрер, атаман казаков Николай Казицын. С ним тоже встретился Островский, когда он ехал, собирался интервьюировать, по-моему, Захарченко. И вот по пути его задержали и привели вот к этому маленькому фюреру. Но тот вот милостив оказался и даже чаю ему предложил с бутербродами. И отпустил его милостиво с барского плеча. Так и быть, иди. Тоже россиянин Казицын, хоть он и родился в Украине, но в последнее время он служил надзирателем-конвоиром в тюрьме из восправительной колонии Новочеркасска, колонии строгого режима, в звании сержанта, а потом был уволен по статье за проступки, дискредитирующей звание военнослужащего. А потом вышел в запас и организовал строительный кооператив. А вот потом этот российский гражданин явился в Украину и начал устраивать там войну со своими казаками. Как сообщал Островский, многие вот эти полевые командиры, так называемые, они как маленькие фюреры бегали со своими маленькими армиями, и даже неизвестно было, управляются ли они из единого центра, или они каждый сам по себе. Вот это конкретно Мозговой. Алексей Мозговой, вот этот вот тоже полевой командир, очередной маленький фюрер из бригады призрак, они создали такой небольшой суд. Так же, как Гиркин Стрелков, ему нравилось показывать свою власть над людьми, что вот он собрал людей, и вот они решают судьбу каких-то там преступников, которые что-то там совершили. То есть, чтобы люди голосовали, вот что делать с преступником. Это 25 октября 2014 года. Народный суд Алчевска. Мы вас пригласили сегодня, чтобы решить судьбу этих людей. Вроде бы дело было об изнасиловании какой-то женщины, и вот он тут утверждает, вот сами за своими детьми наблюдаете. Вот что он говорит. Не надо говорить, вот она всякая такая. Да у нас полейка по городу, по одному, по другому. Все колкабаки забиты женским населением. Все точные глупы. То есть у нас что, женское население сплошная проституция или что? Насиловать их всех надо. Я ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы приговорить к высшей мере наказания, расстрелу? Прошу голосовать. Если я завтра увижу в кафе, в кабаке, хоть одну барышню, ванному это рискованно. Да, да. То есть мозговой будет указывать барышням и девушкам, и, как он называет, женскому населению, как ему себя вести, куда ему ходить, куда ему не ходить. Он не может держать в узде своих оголтелых бандитов, поэтому женщины должны сидеть по домам. Может им еще пранжу надеть. Но он, правда, потом отказывался от этого. Ой, меня не так поняли, я вообще не это имел в виду. Мозговой тоже был убит. Причем вот многие из этих полевых командиров были убиты, и причем для этого был специально создан, ну не только для этого, создан Вагнер. Вот чем он занимался. Он потом устранял неугодных, переставших быть нужными, вот этих маленьких бандитов, маленьких фюреров. В 2015 году его убили, а потом его запоздало судили. В 2020 году состоялся суд над бывшим заместителем командира бригады «Призрак» Александром Костиным, позывной «Август», на котором его и погибшего комбрига Алексея Мозгового официально назвали преступниками. Костин был осужден на 14 лет лишения свободы, то есть и Мозгового признали преступником тоже. Они заманили в засаду и убили мирное население. В ночь с 8 на 9 мая 2014 года под Свердловском, так называемая Луганская Народная Республика, были расстреляны два автомобиля, в которых находились бывший руководитель шахты ООО «Борис Инвест», города Антрацита Олег Бурыхин, его супруга Ирина и их малолетняя дочь. Ирина погибла на месте, а девочка сильно пострадала, она чудом осталась жива. Это статья Дела Мозгового, как из героя «Русские весны» сделали преступника. Да потому что никто из него не делал преступника. Он был преступником. Вот эти люди были не героями, а бандитами и убийцами. Именно поэтому вот такое происходило. Что происходило с руководителями так называемых республик? Это первый политический и военный глава Луганской, так называемой Луганской Народной Республики, Геннадий Цепкалов. Его задушили собственные, свои же люди. Следующий глава, так называемый ЛНР, Валерий Болотов, умер совершенно вот в 46 лет при таких подозрительных обстоятельствах. Вот совершенно случайно. Третий глава, так называемый ЛНР, Игорь Плотницкий, тот самый, о котором я вам говорил, вместе с Игорем Гиркиным-Стрелковым. Они путешествовали по теми же, по паспортам на несуществующих лиц, выданным ФСБ. То есть они работали на ФСБ тогда, иначе с какой стати ФСБ выдавало бы им паспорта. Это доказано и Беленкет, и вообще. Вот он, бывший украинский лидер так называемых сепаратистов и глава так называемой ЛНР. Во время его так называемого правления самые кровавые вещи происходили в его республике. Мы об этом еще поговорим. 6 августа 2016 года его машина взорвалась, и пострадали пассажиры, и сам он пострадал, но не умер. В конечном итоге на посту главы республики его сменил глава МВД ЛНР, так называемый ЛНР, господин Корнет. Александр Беднов тоже был глава одной из вот этих вот мелких армий, так называемый ЛНР в Украине. Его убили, ликвидировали в Луганске. Его прозвище было Бэтмен. Командир казаков Павел Дремов, тоже из так называемой ЛНР, его взорвали в машине по пути на собственную свадьбу. Его прозвище было Батя. Вот такие герои русской весны, так называемой, которую создала Россия, для которой не было никаких условий. Вот эти бандиты вторглись на территорию Украины и там вот такое творили. Хочется еще немного сказать о деятельности группы Вагнера. Группа Вагнера считалась тогда российским негосударственным и незаконным вооруженным формированием, то есть считалась частной военной компанией, так называемой. И только после мятежа Пригожина Путин признался, что это организация, которая в ряде стран имеет статус террористической организации. На самом деле российская военная структура, которая оплачивалась, полностью финансировалась из российского государственного бюджета, по словам Путина. Группа Вагнера действовала в Украине с 2014 года. По данным СБУ и российских медиа, группа Вагнера действовала в частности вот на территории так называемой Луганской народной республики. И для властей вот этой республики, в частности для Плотницкого, группа Вагнера совершила по меньшей мере четыре политических убийства сепаратистских командиров, таких как Алексей Мозговой, Павел Дремов, Александр Беднов и других. Информация о том, что Россия через группу Вагнера, вот пользуясь руками группы Вагнера, убивала всех людей, которых считали ненужными больше для Российской Федерации, в так называемых ЛНР и ДНР, также подтвердил российский офицер ФСБ Игорь Гиркин-Стрелков. Это информация с канала оператор Старский. Там воевали не только ополченцы, так называемые, и русские добровольцы, соответственно, один из которых был я, но и Министерство обороны Российской Федерации. Мы хоть и говорили, что наших войск там нет, но все те успехи, которые ополчение Донбасса понесло в 2014-2015 году, это заслуга российской армии. И этот человек из группы Вагнера, вы видите флаг Вагнера сзади, у него на стене, группа Вагнера осуществляла операции различные, вот как раз в этих так называемых республиках, включая лобовые атаки, разведку, сбор информации, сопровождение важных лиц. После окончания активных боевых действий им поручили ликвидацию так называемых полевых командиров, сепаратистов, то есть бандитов, которые перестали быть полезными России. А также группа Вагнера помогала разоружать эти формирования, когда они уже стали не нужны, и вот в частности вынудила к реорганизации и разоружению российских казаков и другие бандитские формирования. Вот буквально посмотрите на этого человека. Он один из так называемых новых хозяев. Хозяин жизни едет на украденной машине и он занимается проверкой блокпостов. И он занимается проверкой блокпостов вокруг ОНЕЦК. Ну ключи зачем придумывают? Чтоб их ломать. Правила зачем придумывают? Чтоб их нарушать. Какая работа? Плитку положил. Я же тебе говорил. А Сталин по сути он много очень хороших вещей сделал. Очень. А? Что ты не видел? Какой матьфак. А ты ж сука. Обойма здесь. Обойма я выложил. Ай-яй-яй. Повезло пиздору, повезло. Смотри как уходит собака ебаная. Как же ему повезло, а? Едет на украденной машине. Считает себя хозяином жизни. Кто-то ему там палец показал, так он схватился за пистолет. Еще, кстати, неизвестно, что случилось с хозяином машины. Может быть, как славянские людей убили для того, чтобы у них машину отжать, как теперь так говорят. Вот эти бандиты новые хозяева Донбасса. Неудивительно, что Донбасс так живет. Неудивительно, что там происходило. И самое интересное, что тогда, что теперь все они любили обсуждать моральные и нравственные нормы, говорить о религии, храмах ходить. В то же самое время они убивали, грабили, насиловали. Что в 2014 году, что в 2015, что все эти 8 лет, что сейчас, с 2022 года, после полномасштабного вторжения. И об этом много могут рассказать жители Украины. Просто вот отвратительно. Отвратительно это лицемерие. Низко и гадко. Российская агрессия в Крыму и в Донбассе в 2014 году была ключевым моментом в недавней истории. Она изменила не только геополитическую картину, но и принесла огромное страдание народа Украины и многим другим людям в мире. Война все еще продолжается. Ее долгосрочное воздействие будет продолжать ощущаться. Путин должен быть остановлен. Украине необходима вся помощь, которую она может получить, чтобы победить в этой войне и вернуть все свои территории, включая Крым и Донбасс, из рук российских захватчиков. Пожалуйста, помогите Украине. Тем самым вы помогаете и россиянам. Большое спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Пожалуйста, напишите комментарий, поделитесь этим видео. Именно так его увидит намного больше людей. Одним из важных источников для этого видео послужило украинское видео «Восемь лет, о чем молчит роспропаганда». Ссылку на него я дам. Я советую посмотреть его целиком, оно на русском языке. Журналисты, освещавшие войну в Украине в 2014 году. Вот Саймон Островский для Vice News. Должна сказать, что немногие журналисты освещали эту войну, к сожалению. Были там немного CNN. Но, на мой взгляд, самую большую и глубокую работу проделали вот Vice News, и в частности, конкретно, лично Саймон Островский. Вот сам Саймон Островский. Он американский журналист советского происхождения, режиссер и продюсер. Он отлично говорит по-русски. И вот то, что он снял в «Русской рулетке», это действительно великолепно сделано. Его сериал «Русская рулетка» номинировали на две Эми. Саймон Островский говорит по-русски. Он смог разговаривать с обеими сторонами. И я настоятельно рекомендую его сериал «Русская рулетка». Она рассказывает, этот сериал рассказывает и о Крыме, и о Донбассе, и предоставляет реальную информацию, как оно все было. Я дам ссылку на вот этот сериал «Русская рулетка», «Рашин рулет», снятый в Vice News. И здесь очень большое количество видео. Они на английском языке, но Саймон Островский говорит по-русски. И когда он особенно с россиянами общается, то есть вы можете вообще посмотреть, как все это было. Узнайте правду и будьте информированы. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова